Всем привет! В эфире Универ Ньюсов. В студии я, Дарья Зотова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Продолжение следует. Далее. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Студенты из Китайской Народной Республики будут обучаться с использованием онлайн-курсов. Их обеспечат учебной литературой в электронном формате. А также преподаватели КФУ будут готовы проводить консультации со студентами в онлайн-режиме. Лилия Талипова, Виолетт Басова, Универ Ньюс. Российский космический аппарат «Спектр-РГ» в ходе сканирования всего неба рентгеновским телескопом «Эросито» зафиксировал яркий рентгеновский источник на месте обычной галактики. Подробности в следующем сюжете. Рентгеновский источник. Рентгеновское излучение. По-видимому, в этих галактиках, которые мы считали обычными, есть огромное количество двойных звезд, где одна звезда нормальная, а вторая является нейтронной звездой или черной дырой, на которой аккрециируют вещество. И в результате этой аккреции, падения вещества на нейтронную звезду и черную дыру, происходит рентгеновское излучение. Всего за время обзора, начиная с декабря 2019 года, обсерватория «Спектр-РГ» уже обнаружила и нанесла на карту небо более 75 тысяч источников. Большинство из них – далекие сверхмассивные черные дыры. Скопления галактик, о существовании многих из которых никто не знал ранее. К нам в настоящем времени в каталог занесено уже 75 тысяч рентгеновских источников. А вот что это за рентгеновские источники? Являются ли они звездами, галактиками, квазарами? Как раз задача нашей астрономы в Казанском университете – помочь нашим коллегам в Институте космических исследований. Для этого мы будем использовать наш полутораметровый телескоп, установленный в Турции, в оптическом диапазоне. Напомним, космический аппарат «Спектр-РГ» – это российская орбитальная рентгеновская обсерватория с участием Германии, которая была успешно запущена 13 июля 2019 года с космодромом Байконур. Руководителем проекта с российской стороны является академик РАН Рашид Цюняев. Миссия аппарата поистине вселенского масштаба – создание детальной карты видимой вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик, миллионы сверхмассивных черных дыр, а также звезды, излучающие в рентгеновском диапазоне. На борту аппарата располагаются два уникальных рентгеновских телескопа – российский и немецкий. Начиная с января 2020 года, наземную поддержку обсерватории «Спектр-РГ» оптическими наблюдениями оказывают российские телескопы. Один из них – уникальный российско-турецкий телескоп РТТ-150 Казанского федерального университета, установленный в Турции. 26 февраля в Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел ежегодный диктант «Толис Диктант». О том, кто организовал диктант и для чего он нужен – подробности в сюжете Льва Ди Денко. Казанского федерального университета мы проводим всероссийскую акцию «Тотальный диктант Толис Диктант» с целью привлечения внимания учащихся студентов к изучению немецкого языка, с целью распространения немецкого языка, немецкой культуры. Как рассказали организаторы, диктант проводится уже не первый год. Его цель – популяризация немецкого языка и развитие культуры грамотного письма. На диктанте присутствовали ученики школ, изучающие немецкую речь, а также студенты вуза. Основных целевых групп выступают учащиеся школ, немецкоязычных школ, а также студенты различных вузов, изучающие немецкий в качестве первого и в качестве второго иностранного языка. В этом году такая акция также проводилась на площадке ФМК. В этом году количество участников заметно возросло и составляет уже 200 человек. Одной из организаторов акции стала преподаватель немецкого языка Кристин Ройтер. Девушка приехала в Казань обучать языку местных студентов после окончания университета имени Отто фон Геррики в Магдебурге. По ее словам, ей очень важно донести немецкую культуру до казанских студентов. Немецкий язык является одним из важнейших научных языков, языков ведения научных коопераций между Россией и Германией. И, безусловно, немецкий язык имеет огромное значение для студентов КФУ ввиду больших перспектив научного сотрудничества. Да, я также вхожу в число организаторов данной акции, поскольку буду лично читать сегодня диктант. На диктанте участники под диктовку на немецком языке записывали отрывок из романа татарской писательницы Гузели Яхиной «Дети мои». После проверки будут объявлены результаты, и те, кто получил высший балл, займут призовые места. Помимо призовых мест, все участники получат сертификаты о прохождении диктанта, а также бесценный опыт общения на иностранном языке с представителем другой культуры. 27 февраля в Казани прошел научно-методический семинар, посвященный проблеме преподавания геологии в школе. О том, для каких целей был проведен семинар и кто в нем участвовал, подробности в следующем сюжете. 27 февраля на базе Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся республиканский научно-методический семинар по теме «Современные проблемы геолого-географического образования в школе и вузе». Участие в семинаре приняли руководители районных методических объединений по географии, участники регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший учитель географии», а также руководители школ базовых площадок детско-юношеского геологического движения Республики Татарстан. Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанский федеральный университет является центром методической поддержки детско-юношеского геологического движения в Республике Татарстан, которое охватывает несколько десятков наших базовых школ практически в больше, чем половине муниципальных районов нашей республики. Главной темой семинара стала методика преподавания географии и геологии в школах и вузах. Как известно, такого предмета, как геология, в школе нет, поэтому зачастую современные школьники плохо представляют, кто такие геологи и в чем заключается их деятельность. Диана Желенкова, Ленар Довлетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!